Совершенным йогом, о Арджуна, называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны. Комментарии. Такое существо, порабощенное гуннами материальной природы, испытывает тройственное страдание только потому, что забыло свои отношения с Кришной. И поскольку тот, кто обрел сознание Кришны, становится счастливым, он стремится принести знание о Кришне в каждый уголок земли. Совершенный йог старается убедить людей о необходимости обрести сознание Кришны. Поэтому он самый лучший благодетель и самый дорогой друг. Дорогой слуга Господа. Иными словами, преданный Господа неустанно заботится о благе всех существ и потому является истинным другом каждого. Он лучший из всех йогов, ибо стремится к совершенству не ради собственного блага, но ради блага других. Он никогда не враждует с другими существами, своими собратьями. Такова разница между чистым, предным Господа и йогом, заинтересованным лишь в собственном совершенствовании. Йог, который уходит в единенное место в поисках идеальных условий для медитации, может не быть столь возвышенным, как преданный, старающийся изо всех сил привлечь каждого человека к сознанию Кришны. Еще раз прочитаем перевод текста. Совершенным йогом у Арджона называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны. Здесь говорится о личности, которая достигла высшего уровня совершенства и понимает, что я не являюсь телом, я являюсь духовной личностью. И также другие не являются телом, являются духовными личностями. И поэтому нет хорошего, плохого в положении живых существ в принципе. Все, что происходит в материальном мире, просто иллюзия. И в этой иллюзии кому-то немного больше везет, кому-то немного меньше везет, но в конце концов это все временно. Что тот, кому не повезло сегодня, повезет завтра. А тот, кому везет сегодня, ему не повезет завтра. И смысл — это обретение сознания Кришны. Это высшее совершенство доступно только через практику предного служения, бхакти-йоги. Но также на определенной ступени духовного развития должно произойти некое раз отождествление себя с материальным телом, которое, то есть отождествление осуществляется через ложное эго. Ложное эго — это тот самый якорь, который держит нас в материальном мире. И Ашала Прабхупада говорит, что у ложного эго две главные функции. Ложное эго толкает нас на две вещи в этом мире. Кто-то помнит? То есть два вида отождествления — я и мое. Наслаждающийся и контролирующий. Это две функции ложного эго. Я наслаждаюсь, я контролирую. Что касается наслаждения, это нормально. Почему? Потому что она на мое бьясад. Мы, в принципе, естественным образом хотим быть счастливы, хотим наслаждаться жизнью, потому что это качество души. Оно исходит от Кришны. Кришна наслаждающийся. Мы тоже хотим наслаждаться. В духовном мире также все наслаждаются, все счастливы там. Не в этом загвоздка. Но второе качество — это самое главное. Ловушка ложного эго, контролирующий. Вот этого нет. В духовном мире этого нет. Потому что в духовном мире каждый понимает, что я слуга Кришны. И Кришна Верховный контролирующий. И вот как раз-таки это желание контролировать держит нас в материальном мире. То есть как только мы отпускаем это желание контроля, на этом ложное эго заканчивает выполнять свои функции. И мы перестаем отождествлять себя и с телом, и с этим миром. И поэтому любые способы, которые помогут нам избавиться от влияния ложного эго, будут способствовать нашему продвижению на пути духовного совершенства. И мы говорили в прошлый раз о конфликтах. И мы понимаем, что конфликты основаны на чем? На ложном эго. То есть если у человека нет ложного эго, конфликта так же не будет. Даже если по отношению к этому человеку очень серьезный конфликт, тем не менее у него не будет конфликта. И мы видим массу примеров в Священных Писаниях, когда возвышенные Вайшнавы по отношению к ним действовали очень-очень несправедливо, неправильно. То есть их всеми возможными силами провоцировали на конфликт. Они на эти провокации не поддавались. Кто помнит такие примеры? Харидас Токур, да. Еще? А? Бхактиринот Токур. Ну, я не очень помню. А? Господь Шива Дакша. Угу. Амбариша Махараджа, да. Еще? Как на счет прохлада Махараджа. Да. Там был серьезный конфликт. Его убить пытались. Пытался убить, причем, собственно, отец. И его это совершенно не волновало. Мы можем видеть массу примеров, да. Без бага в этом полон этих примеров. Начиная с первой песни Махарадж Парикшит. Да. Совершенно. За первую же оплошность его мальчик Браман проглял на смерть. Совершенно несправедливо. Но он принял это. То есть, он не стал идти на конфликт. Он принял это как волю Господа. И благодаря чему у возвышенных преданных вот такое сознание. То есть, если мы поймем причину их подобного отношения к ситуациям, с которыми они сталкиваются, мы можем также достичь, может быть, не мгновенно, но постепенно мы также можем достичь этого уровня сознания. Очевидно, что это происходит благодаря двум вещам. Точнее, благодаря одному их сосредоточенности на Кришне. И если мы сосредоточены на Кришне, в этом случае двойственность уходит. Двойственность обозначает, я думаю, что хорошо это или плохо, правильно или неправильно, справедливо, несправедливо, нравится мне это или не нравится и так далее. Если я сосредоточен на Кришне, что я понимаю? Самое главное. Да. То есть, я вижу руку Господа за каждой ситуацией в своей жизни. И поэтому нет конфликта. Почему нет конфликта? Потому что я понимаю, что то, что хочет Господь, это приносит идеальное благо, как мне, так же и окружающим. Поэтому я подчиняюсь боли Господу. То есть, в чем разница между чистым сознанием и сознанием под влиянием ложного эго? Чистое сознание – это сознание Кришны. Для Кришны каждый дорог. Кришна заботится о каждом. У Кришны, то есть, Кришна не относится, то есть, как это сказать, у Него нету предвзятого отношения. То есть, Он не становится на чью-то сторону против кого-то. В битве на Кругшетре это идеальным образом проявилось. Он не стал вступать в сражение. Занимал нейтральное положение. И об этом говорится также в Бхагавадгите. Почему? Потому что Кришна... Кришна любит каждого. И в материальном мире Он относится с состраданием к каждому живому существу. И поэтому говорится, что величайшее качество или величайшее достижение в сознании Кришны – это также развитие сострадания. Как очень интересно, Шила Сочинанана с вами говорит в своей книге «Путь великих прощаний», что сострадание – это любовь к Богу, направленная на обусловленное живое существо. То есть, если мы любим Кришну, мы будем испытывать сострадание к тем, кто разлучен с Кришной, к тем, кто страдает из-за того, что сознание Кришны утеряно. То есть, сострадание является главным качеством, которое избавляет нас от ложного эго и кладет конец всем конфликтам. И в конечном итоге, все, что происходит с нами, все проблемы – это конфликты. И поэтому, в принципе, вся Бхагавадгита, она не только рассказана перед началом самого большого конфликта, но она также учит, как жить в этом мире, несмотря на то, что мы постоянно находимся в конфликтной ситуации. Но, тем не менее, как не быть подверженными влиянию конфликта. И для нас это должна быть не только теория. То есть, цель каждого серьезного преданного, цель номер один, должна быть ни с кем, не только ни с кем не конфликтовать, но и даже если кто-то конфликтует с нами, не испытывать неприязни, не испытывать негативного отношения к такому человеку. То есть, вот, это очень хорошая проверка для того, насколько мы преуспели в сознании Кришны. Если к нам относятся несправедливо, если к нам относятся плохо, если нам кто-то причиняет страдания, испытываем ли мы желание отомстить? Испытываем ли мы желание ответить взаимностью такому человеку? То есть, поддаемся ли мы на провокации? Если мы поддаемся на провокации, даже если это происходит внутри, провокация ложного эго, это обозначает, что мы не сдали экзамен, это первый экзамен в сознании Кришны. И если мы не сдали экзамен, например, в школе, что будет происходить? Да, на второй год. Придется остаться, да? А если мы не сдали экзамен в материальном мире, что произойдет? На вторую жизнь придется остаться, да? То есть, мы будем продолжать рождаться и умирать до тех пор, пока мы будем поддаваться на провокации ложного эго. И поэтому для нас это очень важно. Это, в принципе, конечно, не так просто сделать, как сказать. Но, тем не менее, по крайней мере, у нас должна быть такая цель, да? То есть, избавиться от влияния... Конфликт — это какое качество? Влияние какого качества? Гнева. Конфликт — это влияние гнева. И в Бхагавадгите очень много об этом говорится, да? Что необходимо избавиться от трех вещей. Это первый шаг на пути духовного развития. Кришна говорит во второй главе. Он два раза упоминает важность бита. Бита обозначает свобода или освобождение, да? Избавление от трех вещей. Раги, Пхай и Кротхи. Что такое рага? Рага — это желание, да? Привязанность, Пхайя, страх и Кротха — гнев. Да, вот эти три вещи. От этих трех вещей важно избавиться. Позже он говорит, да, он говорит, что те, кто избавились от этих трех качеств, они, безусловно, возвращаются ко мне. И также об этом он позже говорит еще раз. Ближе к концу второй главы. Дукеша нудвигна мана, су кешу вигата спряха. Бита рага баякратха. Стита дирмуниручета. Он говорит, что совершенный мудрец избавляется от влияния двойственности, так называемого счастья и несчастья, и освобождается от того же самого привязанности, страха и гнева. То есть гнев. От него важно избавиться. Иногда он даже может не проявляться внешне. То есть кто-то неправильно по отношению к нам поступил, мы стерпели, да? Но внутри мы все равно очень не удовлетворены, и мы затаили на этого человека обиду. Да? Что такое обида? Это скрытый гнев. То есть это обозначает, что в настоящий момент просто, ну, у меня нет возможности такой добраться до этого человека, да? Но немножко времени пройдет, я сведу с ним счеты. Пусть только Кришна благоприятного возможности предоставит, да? Вот это обида, скрытый гнев. Также влияние ложного эго. И неважно, это скрытый это гнев или обида, то есть обида, скрытый гнев или нескрытый гнев, когда мы реально вступаем в конфликт, да? С целью доказать свое превосходство. Это то, от чего надо избавиться. И один ученик Шарабраупады, который также, ну, глубоко верит в то, что нам необходимы практичные методы для того, чтобы помочь воплотить в жизнь систему ценностей Бхагавад-гиты, порекомендовал одно очень хорошее упражнение, которое помогает в развитии сострадания. И, может быть, это не чисто духовный уровень, это не вершина сострадания, которое проявляется на уровне развития, полного развития сознания Кришны. Но, как минимум, это методика, которая позволяет ослабить влияние ложного эго и избавиться от обид, гнева и так далее, негативного отношения к окружающим. Давайте посмотрим, для кого, может быть, легче спросить, для кого это не актуально, да? То есть, у кого нету никакого негатива никому вообще? Поднимите, пожалуйста, руки. Для всех актуально, да? У всех есть кто-то. О ком бы вы сильно не плакали, если бы что-то с ним случилось, да? Хорошо. Точнее, хорошего ничего нет, конечно, но... По крайней мере, мы можем поработать над этим. Может быть, у кого-то даже больше, чем один такой человек в жизни, о котором бы вы сильно не плакали, не плакали, если бы что-то с ним случилось. Но надо выбрать все равно одного, которому, может быть, вы испытываете наибольшую неприязнь, да? Но при этом важно, чтобы у вас было желание изменить свое отношение к человеку, да? Потому что Кришна выполняет желание. То есть, как говорится в одной пословице, можно привести коня к водопою, но напиться его заставить невозможно, да? То есть, упражнение очень простое. Вам надо представить этого человека. если это вам поможет, можете даже закрыть глаза, чтобы не отвлекаться. И после этого я попрошу вас повторять несколько слов следом за мной. Ну и старайтесь вдумываться в те фразы, которые вы произносите. Готовы? Выбрали человека? Хорошо, давайте повторять. Так же, как и я. Эта личность стремится обрести счастье в своей жизни. так же, как и я. Эта личность стремится избежать проблем в своей жизни. Так же, как и я. Эта личность сталкивается в своей жизни с разочарованиями, одиночеством и отчаянием. Так же, как и я. Эта личность пытается позаботиться о себе. Так же, как и я. Эта личность проходит уроки жизни. Хорошо. В принципе, это все. Давайте посмотрим, какой результат. Кто почувствовал, что ваше отношение к человеку изменилось. Пожалуйста, поднимите руки. Достаточно. Хорошо. У нас второй микрофон есть? Если кто-то хочет сказать, какие мысли или ощущения, эмоции, чувства возникли в результате упражнения. Да, пожалуйста. очень интересно, что я увидел этого человека, увидел его переживания, увидел, может быть, какую-то неопытность. И я понимаю, что внутри его поведения скрывается личность, которая ищет счастье. Может быть, просто не знает, как поступать поступать или не в силах поступать правильно. И у меня ощущение, мне стало легче самому, груз упал какой-то, уходит. То есть произошло отделение человека от его поведения, да? Хорошо. Еще? Кто хотел поделиться? Браво. Спасибо большое. Но я уже, похоже, где-то видел или в Минске, когда вы были, или в Майпуре, не помню. У меня уже была эта вещь. И я прям не представлял личности, потому что ну как-то такой личности нет. Просто в разных личностях иногда бывает что-то такое. Ну, больше ситуации. Ну, в жизни я так применяю это больше в ситуациях, потому что так прямо сказать, что личность какая-то так уже прямо она изводит тебя. Ну, может быть, это благодаря этим тренингам хочет тебя и жить или ты кого-то хочешь и жить. По милости Кришне. Но вот когда ты понимаешь, что вот эти вещи простые, подожди, подожди, ну, человек, почему он так делает, ну, почему там люди, они вот ну, выделяются как-то, да, мужчины, они там мышцы качают, женщины очень привлекательные становятся. Ну, потому что они хотят быть счастливыми, это же настоящая мотивация. Ну, просто они всегда там и вот эти вещи, да, они помогают по крайней мере остановить этот поток негатива. Ну, позитив у нас тоже есть, что дать в этом плане. Можно пробовать как-то как нас учитывать. Поэтому это ну, очень мощная стука на самом деле очень помогает просто понять, что ты и он, в принципе, вы хотите что-то сейчас лучшее, просто на разных уровнях может быть у своих истин. спасибо. Приходит понимание окружающих. Я хотел поделиться, что может такая мысль закраситься, Кришна меня все-таки больше любит. Но когда там так же, как я, так же, как я под конец подумал, не факт, не факт. Не факт, что меня больше. Здорово, да. То есть, вот действительно, спасибо, что вы этот момент отметили. Ключевая фраза, то есть, ключевая формула в этих предложениях это так же, как и я. Почему? Потому что себя мы всегда поймем и простим. И вот, когда мы медитируем так же, как и я, другой человек такой же, как и я, в принципе, у нас развивается понимание и такое же чувство по отношению к этому человеку, как и к себе. Еще кто-то? Больше ни у кого никаких не было чувств, никакого понимания. Как раз, что вы сказали о сострадании. Вот эта вот вещь, эмпатия, можно сказать, в шкуре этого человека чувствуешь, когда со стороны я отделяюсь от ситуации, то есть, она уже, я в нее не эмоционально вовлечен, но я смотрю со стороны и могу пожалеть действительно того, с кем я в завязке это и оказался. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Естественно, что если, например, очень глубокий негатив по отношению к человеку, то может с первого раза не сработать, да? У кого не сработало с первого раза? Окей. То есть, для этого надо продолжать это практиковать, да? Как Брамбус сказал, что он это практикует регулярно, да? И в разных ситуациях, и сразу же снимает негатив. Подобные отношения, когда понимаешь человека, негатив может возникать, это совершенно нормально, даже не только у нас, носа у святых на самом высоком уровне, да? Это может проявляться, как в пятой песне Бхагаватам, когда Джада Барата столкнулся с Махараджи Рахугой, и тот по отношению к нему повел себя весьма как это сказать, унизительно, то есть, он начал его унижать, принижать и оскорблять, оскорбительно. Описывается, когда вы с вами говорите, что у Джада Бхараты была вот такая внутренняя волна возмущения, да? в уме поднялась против такого отношения к себе. Но, тем не менее, он очень быстро смог снова восстановить свое внутреннее равновесие. То есть, влияние материальной энергии всегда будет, но, как Бхагавадгити говорится, а пурья маану, а салла, а пратистам, самудра мафа про Вишентье 26. Точно так же, как реки, которые впадают в громадный океан, они не оказывают на него влияние. Точно так же какие-то волны, то есть, реки мыслей, да, которые проходят через наше сознание, если мы находимся на трансцендентном уровне, они не оказывают влияния какого-то на эти потоки. То есть, мысль входит и выходит, она не застревает. Хорошо, кто хочет продолжать практиковать этот метод, у нас есть распечатки, каждый может взять для себя экземпляр, передать дальше. Хорошо, сейчас, если не хватит, скажите, у нас еще есть, сейчас мы можем перейти к страхам, интересная тема страхов, да, кто хочет избавиться от всех страхов. А зачем вам это надо? Кто хочет сказать? Да, можно взять один листочек и передать дальше, все остальное. Да, все правильно. кто хочет сказать, зачем вы хотите избавиться от страхов? А? Да, если мы боимся, счастливыми мы быть не можем еще. Кришна хочет, чтобы мы избавились, чтобы предаться еще. страх причиняет страдания. Если боимся, мы не предаемся Кришне. Не хватает? Не хватило. Окей. Страх влияния материи, да, страх это рабство. Хорошо. Но вот вопрос такой на засыпку. А надо ли от всех страхов избавляться? Нет. Есть полезные страхи? Какие? Страх оскорбления преданных еще? Страх перед Майей? Да, страх оставить общество преданных. То есть есть полезные страхи тоже. То есть как говорится в одной английской пословице не выплескивайте ребенка вместе с водой. страхи, да? То есть если это полезные страхи, страхи за наше сознание Кришны, то от этих страхов избавляться не надо. Они нам помогают в духовном развитии. Но материальные страхи это, конечно, совершенно бесполезная вещь. и от всех материальных страхов нужно избавиться. Давайте посмотрим, какие у нас могут быть страхи. Может быть даже кто-то у нас на доске выпишет разные виды страхов. То есть опять-таки что мы обращаемся к теме избавления от страха, потому что она очень ярко прописана в Бхагавадгите во многих местах. То есть, например, это первое божественное качество, которое упоминается в самом первом стихе 16 главы. Да? То есть 16 глава начинается с перечисления божественных качеств. Абхая сатва самшудхи дьяна йога дьяваститти Первое качество, которое упоминается, это Абхая. Что значит Абхая? Бесстрашие. Кто у нас основатель Ачарьи Искон? Абхая Чаранаравинда Бхакти Веданта Свами Гуропада. Кто хочет быть таким же как Браупада? Окей. Но не все подняли руку, а по идее все должны поднять руку. Это очень интересно, да? Почему некоторые не поднимают руку бояться? А чего мы боимся? Вдруг кто-то о нас не то подумает, кто-то подумает, что я слишком амбициозный, что я хочу быть, а? Смотря в чем? Ну, в качествах, а? Да, не в качествах, естественно, мы говорим о качествах. Мой духовный учитель интересную историю рассказывает, что Шелла Браупада приехал в один храм, и преданный подошел к нему, и говорит, Шелла Браупада, я хочу получить ваше благословение. Шелла Браупада говорит, на что? Он говорит, я хочу быть таким же, как вы. И секретарь Браупада, который рядом стоял, начал на этого предного кричать. Он начал говорить, ты что-то вообще соображаешь, это же оскорбление, ты хочешь быть таким же, как твой духовный учитель, типа, как тебе не стыдно и так далее, да? Ай-яй-яй. Но Шелла Браупада остановил своего секретаря, он сказал, нет, ты не прав. Этот предный, то есть, я очень доволен тем, что этот предный хочет быть таким же, как я. На самом деле, я хочу чтобы все мои ученики были такими же, как я. И он сказал один раз, это было в присутствии Равинра Сварупы, Брабу, и еще нескольких старших предных. когда Шелла Браупада услышал отчет об успехах ИСКОН, он повернулся к ним и сказал, смотрите, я один человек, и сколько я могу всего сделать. И потом он сказал, а сейчас я хочу, чтобы все вы стали такими же, как и я. И тогда представьте себе, сколько всего мы сможем сделать. И предные немного разделяясь, они сказали, Шелла Браупада, ну как же это возможно? Вы же трансцендентная личность, вы же совершенно уникальная личность, никто не может быть таким же, как я. Ну Шелла Браупада прервал его, он сказал, что это не только возможно, это нужно сделать, это мое наставление, станьте такими же, и я. И он говорил о том, что если духовный учитель дает наставление, в это наставление уже закладывается благословение автоматически. То есть Шелла Браупада благословил своих последователей и он дал все необходимое для того, чтобы мы стали такими же, как Шелла Браупада. И это первое качество. Это в принципе то, как Шелла Браупаду обозначили с самого начала его жизни. Абхай. Бесстрашно. Когда у Шелла Браупады спрашивали, что вам дает повторение Харьи Кришна Мухаммандры, он не думая ни одной секунды сразу отвечал, бесстрашно. И мы можем видеть пример всей его жизни это пример бесстрашия. В 70 лет решиться на то, на что решился Шелла Браупада невозможно, не имея бесстрашия. В 70 лет люди боятся вообще порог своего дома переступать, не то, что отправиться на другое полушарие, совершенно незнакомую страну. полностью предаться на волю Господа. И мы можем понять, что именно страхи являются препятствием в чем? В предании. То есть из-за страхов мы не хотим предаваться до конца. мы думаем а вдруг а как бы чего не вышло. То есть страхи мешают нам предаться. Из-за страхов мы не можем прогрессировать в духовном отношении. Хорошо, давайте посмотрим, какие у нас страхи могут быть или есть или есть. Я не знаю, да. Одиночество. Страх. Одиночество. Еще. Потеря наслаждений. Еще. Смерть. Да. Социальное зеркало. А? Потеря статуса. статуса. Да. Ага. Да. Быть отвергнутым. Страх перед боли и физическими страданиями. Успеваете? Уважение. Похоже на потерю статуса. Еще. Страх перед неудачей. Да. Большой страх. Еще. Да. Есть разные фобии пауков, мышей. Кого угодно вообще. да. Я так из интереса смотрел, какие есть страхи. Есть самые удивительные страхи. Некоторые люди клоунов боятся. Реально. На ужасе от клоунов. Убегают. Есть ну самые разные страх перед я не знаю попугаями или еще кем-нибудь. А? страх неизвестности. Страх перед закрытым пространством. Страх перед открытым пространством. Страх высоты. Там страх целая куча разных страхов. Фобии. Да. Можем это фобии обозначить одним словом. А? Страх нового. Страх перемен. Да. Страх потерь. еще. Материальное. Да. Там уже много всего. А? Страдание. Страх страниц. Еще. Страх перемен. У нас по-моему что-то было. Еще. Страх людей. Да. Это кстати говоря очень распространенный страх. Еще какие страхи у нас могут быть как-то можно коротко обозначить страх действий. Да. Страх действовать. мы боимся что-то неправильное что-то можем сделать или сказать. Еще. Страх быть собой. Еще. Страх перед голодом. особенно в искон. Он актуален. Честно говоря у меня другой страх. Страх переедания. А? А. Окей. Страх вместо галоки. да. В искон есть еще один страх. Страх перед райскими планетами. Есть такое? У кого есть страх райских планет? Да? То есть это интересно да? Что во всех религиях все мечтают попасть в рай. А предные боятся попасть в рай потому что это обозначает что если я в рай попаду я в духовный мир не попаду. Райское положение временно. Да. И пропущу весь золотой век и вернусь на планету земля когда уже золотой век пройдет. Из отпуска. То есть это суровый страх такой. Доверие да. Страх отношений да. Да. У них аудиомат у нас видеомат у нас лучше. Они могут только о чем-то рассказать мы можем реально показать. Хорошо. Еще? 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 рождение как страх перед мнениями окружающих как бы чего бы о нас как бы что о нас не подумали у кого есть такое популярно да мнение страх перед мнениями очень интересно что в свое время в Америке это после вот знаменитого теракта когда он был в шестом году 2001 да и был сделан напрос общественного мнения что чего вы боитесь больше всего и ожидание было такое что скажут ну вот страх смерти страх перед террористами что-нибудь в этом роде страх войны может быть а люди другое сказали угадайте какой самый большой страх люди назвали в своей жизни страх перед выступлениями на людях страх перед микрофоном почему потому что вот этот страх да как что обо мне подумают люди это страх некоторым людям легче умереть чем микрофон в руки взять хорошо уже все не помещаются у нас страхи на доску и страшно что у нас будет больше страхов чем мы сможем перечислить спасибо хватит но это мы сделали список целенаправленно чтобы может быть узнали какой-то свой страх да у кого есть какой-то страх из этого списка или не из этого списка то есть это для всех актуально да хорошо теперь что же делать у некоторых целая коллекция страхов намного больше чем может даже страх избавиться от всех страхов что потом будет первое что делать со страхом надо в начале его определить то есть вычислить его надо этот страх да потому что далеко не всегда мы можем даже определиться с тем какой у нас страх то есть первое определитесь со страхом один какой-то страх и конкретно да назовите его там напишите вот такой-то страх страх перед хомяками например да или перед этими перед воробьями страх воробьев какой-нибудь я не знаю все что угодно да страх похудения или наоборот да ожирения да все что угодно любой страх назовите его определите свой страх реальный который для вас актуален и от которого вы хотите избавиться да потому что если вы определитесь со страхом от которого вы не хотите избавляться то тогда никто вам ничем не сможет помочь да и вот это интересный момент а может быть такой страх который у нас есть но от которого избавляться мы не хотим да и мы не говорим о духовных страхах да то есть имеется ввиду что вот страх совершить оскорбление предных страх потерять общество предных и так далее и так далее да то есть какие-то полезные страхи страх потерять свое служение страх не удовлетворить духовного учителя не выполнить его наставления то есть целый ряд может быть таких полезных страхов да то есть мы говорим о материальном каком-то страхе от которого мы не хотим избавиться может такое быть а почему зона комфорта вот вот это самое главное обратите внимание на мои страдания да то есть нам нравится быть жертвой это тоже вот как бы ну из области конфликтологии что у нас три роли в жизни которые мы играем и которые создают нам проблемы какие-то роли да можно сказать жертва агрессор а есть еще и третья роль спасатель да и какая самая актуальная для нас спасатель да потому что мы спасатели да мы пытаемся кому-то в чем-то помочь а потом человек не очень доволен тем как мы его спасли и он делает из нас жертву и сам превращается в агрессора и уже мы нуждаемся в том чтобы нас кто-нибудь спас да и так далее то есть вот это игры материального мира да которые приносят сплошные проблемы то есть мы пытаемся играть роль бога а потом понимаем что мы не совсем тот бог который описан в шастрах а нам многими намерениями выстил на дорогу в ад а какие да карпман да правильно ну то есть стандартная стандартная тема что у нас есть проблема избавляться мы от нее не хотим да но если мы увидим это если мы поймем что ну да то есть положение жертвы положение пострадавшего приносит нам какие-то дивиденды да а какие какие блага может принести положение пострадавшего наслаждение какие наслаждения внимание понимание еще что снисхождение а можно сбросить себя ответственность очень вообще удобно оправдать свои любые поступки да а какие проблемы приносит положение жертв зависимость обусловленность тремя гунами еще да мы застребаем не можем развиться развить свой потенциал плывем по течению в жизни что-то достигает жертва ничего не достигает теряет еще как всю жизнь теряет обида и гнев да увеличение ложного влияния анард то есть мы можем понять что благо иллюзорны а потери реальны и очень-очень серьезны поэтому от положения жертвы надо избавляться как можно быстрее то есть не надо держаться за свой страх то есть найдите страх и конкретно поставьте себе цель целью избавиться от этого страха это будет уже реальная победа на собой это будет реальный прорыв вы реально увидите как в вашей жизни наступят очень значительные перемены в лучшую сторону вы увидите как вы растете как личность вы увидите что вы можете сделать намного больше намного лучше развить определенные качества которые даже может быть вы в себе и не подозревали и так далее да кто хочет этого окей хорошо то есть с этого начинается духовная жизнь честность правдивость да не обманывайте сами себя хорошо все определились с каким-то страхом нашли какой-то страх от которого вы реально хотите избавиться записали его хорошо теперь ну конечно я понимаю что не каждый художник здесь но постарайтесь каким-то образом изобразить свой страх картинкой каких-то чем-нибудь ну то есть графически как-то да чисто для себя не то что там мы будем ваши картины на выставку посылать достижений байшнавского творчества ну как как можете изобразите свой страх хорошо все что-то радостно улыбаются я смотрю смеются вы страхи рассказываете или анекдоты страх и анекдот почти одно и то же вот это да как же такое может быть то есть что уже не боитесь что ли хорошо но это только первый шаг уже смешно хорошо вот это интересно да что пока это внутри сидит это так страшно а когда это вытаскиваешь наружу оказывается не так страшен черт да что оказывается эти страхи они смешные да даже нам кажется смешными хорошо теперь но конечно страхи могут быть какие-то более глубокие но по крайней мере мы сейчас отрабатываем схему того как с ними решать вопрос и избавление от страхов кстати говоря это намного более глубинный процесс даже чем избавление от гнева потому что вот смотрите в этой схеме которую дает господь бхагавадгитте бита рага пхая кротха то есть освобождение от раги привязанности пхая страха и гнева кротхи то есть страх гнев лежит на поверхности страх это более глубинный процесс да а корень всего это привязанности да то есть ну вот я подумал пример такой камар вот так что меня пытался укусить а у меня вот страх перед комарами то есть не хочу чтобы они меня кусали да что я сделал я напугал его то есть я на него напал первый да чтобы он на меня не напал то есть проявил гнев да почему гнев потому что у меня страх он меня укусит да дай-ка я на него нападу первый то есть гнев проявляется из-за того что у нас страх есть да а страх из-за чего привязанность материальная обусловленность да то есть работаем над страхами обозначает что мы достаточно глубоко копаем избавляемся от обусловленного сознания теперь следующее что надо сделать тот же самый страх ступень называется анализ то есть что надо проанализировать предысторию причины и объективность вот как например Матаджи сказал страх перед автоинспекцией да то есть предыстория останавливала вас автоинспекция а ни разу не останавливала окей вы видели как кого-то останавливали и штрафовали ага то есть отсюда с какого с какого момента этот страх возник то есть вы родились уже с этим страхом нет но вот когда этот страх возник с прошлой жизни или в этой жизни какой-то момент какая-то причина была внешне то есть какая-то ситуация после которой они вас так напугали что это осталось на всю жизнь м м м то есть на вас повлияло то что вам рассказывали хорошо насколько этот страх объективен то есть объективно субъективно это важно да проанализировать то есть насколько он реален объективно обозначает реально реально насколько он реален это странно то есть можно даже процентном отношении для себя определить то есть по большей части этот страх объективен да хорошо но мы просто вот обсудили вот этот пример для того чтобы понятна была схема да то есть вот точно также со своими страхами проработаете да предыстория предыстория причины объективность субъективность и еще то есть как бы пару слов о объективности то есть например если бы матеджи сказала что вот я ежи нарушаю правило реально да вот тогда мы могли бы сказать вот есть объективные причины для этого страха на то есть но если она говорит что я ежи ничего не нарушаю это значит что этот страх но более субъективно то есть объективных оснований для него нет понимаете да хорошо по трем пунктам давайте быстренько проработали страх проработали страх предыстория причины объективность субъективность если не закончили с чем с чем то у вас сложности можете ну попросить кого-нибудь да со стороны посмотреть на эту ситуацию помочь вам объект оценить ее объективно субъективно проговорите с кем-нибудь теперь следующее представьте себя бесстрашными то есть представьте себе что у вас этого страха нет ну опять вот давайте тот же самый пример страха перед автоинспекцией автоинспекцией и перед конкретно белорусской автоинспекцией когда-то в 90-х где-то в середине 90-х годов ну может быть некоторые помнят машины здесь стоили намного дешевле чем в России да и мы приехали с еще одним брахмачарем из Челябинска в то время я был президентом он был лидером Санкт-Киртаны покупать машину для Санкт-Киртаны микроавтобус купили ну и соответственно гоним ее она еще не зарегистрирована с транзитными номерами здесь это было или в не помню или в Калининграде в общем неважно где то здесь мы купили эту машину и гоним ее и нас предупредили что машину с транзитными номерами будут с большим энтузиазмом останавливать чтобы проверить если что-то не то с документами как бы ну вот они будут ждать щедрых пожертвований от нас и когда мы ехали ну поскольку дорога достаточно дальняя гнать этот микроавтобус до самого Урала предные испекли нам ну то есть просады на дорогу дали испекли печенье масляных таких знаете песочных печенье очень много там коробка была такая пол коробки вообще на печенье напекли чтобы на всю дорогу хватило вот и мы так едем и уже ждем что ну вот будут останавливать сто процентов то есть даже ну нет шансов проскочить и думаем что делать ну и ну мы в айшнавской одежде стилоками и думаем ну надо да как то избегать штрафов потому что можно на штрафах разориться вообще на пока доедешь с каждым каждому на каждом посту платить ничего не остается вот и едем уже на первом же посту раз останавливают нас и я быстро выскакиваю с печеньями а из микроавтобуса подбегаю в айшнавской одежде с таким энтузиазмом они такие немного растерянные да что человек так рвется вообще с ними пообщаться вот и я и так странно одет как то да я подбегаю я говорю здрасте вы нас не бойтесь мы монахи мы немножко странно выглядим мы знаем мы что то там не то сделали не то нарушили то есть мы готовы заплатить штраф какой скажете ну то есть какой скажете не проблема у гаишника вообще там как бы челюсть отпала он не понимает да что происходит я говорю только одно что мы монахи и как бы мы деньгами не имеем права пользоваться у нас своя валюта монашеская он такой опа что за валюта я говорю вот печенье у нас скажите сколько печенье мы вам должны он такой не надо не надо я нет 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 вы же нас остановили то есть вы же нас штрафовать хотели берите берите он такой нет нет да да ну ладно ладно по одному печенью там они двоем сидели взяли такие жуют я говорю ну что как еще он не не давай езжай езжай и все и мы поехали дальше и едем ну предный лидер сангиртона он за рулем а я рядом сижу ну чтобы не скучно было у нас там багва там был седьмая песни и ну в то время еще она была только на английском да ну и я ему читаю то есть интересно и там ну вообще Кришна так устраивает комментарий попался в багва там где вообще цель которую должны ставить перед собой все члены общества сознания Кришны это проповедовать всем и каждому давая святое имя и обязательно угощая всех просадом я говорю джай браупада ты смотри вообще вот наша миссия сейчас всех гаишников мы должны просто накормить просадом да не дай бог они забудут нас остановить вот и уже такая ситуация то есть и он такой вдохновился и там следующий пост нас останавливает и мы буквально знаете машина то есть микроавтобус тормозит и мы как десантники с двух дверей выпрыгиваем такие оба в шафране с печеньями и такие бежим на этих гаишников и они такие от нас отходят уже не знают да и мы такие с обоих сторон начинаем им проповедовать то есть все давайте штрафуйте нас вот вам про валюту там и все они такие нет нет не надо ребята езжайте пожалуйста только нет и у нас была такая поездка вообще ну то есть вот ну примерно что там в этом роде да представьте что страха нет у вас а думаете после этого им пришлось проходить до консультации то есть это как называется терапию да избавляться от страха перед монахами с печеньем снилось нам кошмар значит в этом ари Кришна нет только не это хорошо ну то есть примерно понятно да к своему страху можете применить то есть представьте что нет у вас никакого этого страха наоборот вы очень смелы в этом плане да и что происходит кому-то помощь нужна вам представить бесстрашие или что то есть надо вам помочь представить себе окей хорошо давайте видите вот кстати очень хороший пример когда проговариваешь да когда медитируешь ответ приходит что кришна в сердце и он выполняет желание то есть если у нас желание реально есть избавиться от страха кришна даст как это сказать даст понимание на как это сделать данными будхи йогам будхи йогам там 10 10 боги то все все могут себе представить себя могут предстоит могут себя представить бесстрашными да хорошо вдохновляет хорошо теперь следующая ступень это контроль страха методика преодоления то есть ну вот ступени до этого мы говорили об объективных и субъективных причинах страха то есть контроль страха методика преодоления а значит что вы определяетесь что сделать для того чтобы избавиться от объективных и субъективных причин страха то есть опять мы вернулись к той же ситуации с автоинспекцией объективные причины ну например если вы нарушаете правила движения это объективная причина то контроль страха в чем будет заключаться кто догадался не нарушать да просто следовать правилам а субъективные причины какие то есть ну вот а ты сказала кто то ей рассказал там какие-то страшные истории на про злых белорусских автоинспекторов да копарных и жестоких вот то есть а не понял коррупционных коррумпированных и ну то есть клин клином вышибают как от этого субъективного влияния можно избавиться что что ну это вы поспешили немножко какие еще есть да да познакомиться да то есть или какие-то истории пообщаться да то есть какое-то общение получить позитивное узнать а где там автоинспектор в роли героя да представлены да тоже можно надуманный страх ну да это понятно что он надуманный да да как ну то есть вот посмотреть сериал пообщаться с кем-нибудь из автоинспекторов да может быть даже среди преданных есть кто-то автоинспектор это кстати вот одна ситуация была интересная а один преданный в челябинске тоже достаточно много историй из челябинска потому что я там провел несколько лет нарушил правила и его гаючник останавливает а он в бочинавской одежде вышел говорит вот я духовный человек монах там то есть как бы мы людям помогаем поэтому ну то есть иногда мы можем что-то нарушить но типа мы это делаем не для себя а вот не корости ради а мы людям помогаем да поэтому нас нельзя штрафовать и гаючник говорит вы же бхагавадгиту читали вредный говорит да он говорит и бхагавадгите четко говорится что каждый должен выполнять свой долг вот и ваш долг служить кришне а мой долг останавливать нарушителей и штрафовать их чтобы они больше не нарушали вот и поэтому ну конечно поскольку вы предные я вас прощу отпущу но имейте ввиду что нарушать правила то есть как бы то что вы предные вам не дает право нарушать правила дорожного движения вот и предный так прозрел от этой ситуации очень резко ну и потом этот автоинспектор он начал в храм приходить и стал предным то есть 16 крумов повторяет принципы все остальное есть такие случаи тоже что даже сознание кришны открыто для всех даже автоинспекторов верьте или нет что даже звери птицы жители крайнего севера и даже автоинспектора могут стать преданными господа нет ограничений ну то есть понятно да примерно о чем речь то есть объективные страхи понятно объективные причины как их устранять но субъективные значит сделать что-то противоположное тому что создало страх объективно если вы делаете что-то реальное например объективно ну то есть у вас страх перед конфликтными ситуациями да с окружающими то есть объективно были конфликты какие-то ну то есть объективные причины конфликтов может быть резкие какие-то высказывания осуждения я не знаю что там было объективно да вот как от этого избавляться то есть что с этим сделать хорошо если даже ну как бы не успели это сделать можно это сделать будет немного позже главное ну то есть знать как какова стратегия избавления от страха и следующая ступень конфронтация то есть повернуться к страху лицом представить себе самое худшее что это случилось то есть если матаджа боится автоинспекторов представьте себе что вас остановит обилие и жизнь остановилась самое страшное случилось и что вы будете делать самое страшное случилось что вы будете делать в большинстве случаев вы не умрете а даже если вы умрете не страшно у кого страх смерти ну кто работает над страхом смерти один человек ну все самое страшное случилось все понесли медленно и с музыкой ну будем надеяться музыка будет другая Харе Кришна Харе Кришна то есть представляете все это себе несуть поют ну и танцуют походу и так далее и так далее вечный дандават вот то есть представляете себе что происходит дальше да ну поскольку практика сознания Кришна дает преимущество соответственно что там происходит лучшая ситуация в жизни благоприятное рождение если серьезная практика то духовный мир будем надеяться что у вас страх смерти не связан со страхом райских планет тогда это конечно усложнило бы ситуацию но так или иначе то есть самый страшный страх это страх смерти да представьте себе что ну да все самое ну то есть ваш страх не надо сейчас представлять что вы уже то есть это я просто для Брабу сказал да что вы делаете дальше после того как с вами случилось то чего вы боитесь больше всего да то есть Матаджи поймал автоинспектор Брабу оставил тело у вас у вас один страх умер родился другой окей откопали очень хорошо да можете над ним право это очень интересно кстати да это происходит достаточно часто что вот мы начинаем работать над страхом и оказывается что у нас совершенно другой страх какой-то более серьезный более значимый да в жизни но смысл этого упражнения в том что даже если с вами случится самое страшное жизнь не остановится жизнь на этом не закончится жизнь будет продолжаться да то есть это упражнение помогает нам переступить через страх как один предный в свое время он австралийский предный работал в парке и там были ядовитые змеи вот он очень боялся что они укусят и один работник посоветовал что ну если у тебя такой панический страх вообще перед змеями перед этими да ну дай одной змее себя укусить ну то есть у них сыворотка с собой ну укусила сыворотку себя раз уколола все нормально то есть один раз укусит уже страха такого не будет переступить через страх если разрешил себя укусить страха не будет не но вы специально это не сделали а тут специально специально позволяешь тому что ты боишься произойти в жизни и видишь что в принципе ничего ужасного в этом не было что не так страшен черт был как его рисовало наше изображение да самой подъехать к автоинспектору и сказать а вы меня не не хотели остановить и с этого момента все гаишники вас будут бояться всем сообщат ваш номер все будут разбегаться очищать будут трассу перед вашей машиной чтобы упаси господь не попасться вам на глаза хорошо и теперь последний и самый важный этап это идти по пути страха то есть что это значит это значит что то чего мы боимся многие люди этим живут то есть люди на этом вообще деньги зарабатывают да какие примеры да например страхи перед болезнями доктора на этом деньги зарабатывают да люди боятся того чтобы заболеть а доктора боятся того что болезни прекратятся и они останутся безработными а психологи да да патолого анатомы да страшное дело если смерть прекратится да а священники да все перестанут грешить что же нам делать да без работы останется нет нет понимания принципа идти по пути страха понять благо от страха благо которое приносит страх и каким образом вы могли бы посвятить свою жизнь этому страху понимаете понимаете да понимаете все поняли как идти по пути страха не очень какой у вас страх страх или вам страшно сказать какой у вас страх а а как они принесут закидают камнями тонким тонким то что именно что именно вы конкретизировали свой страх первой первую ступень сделали о чем речь идет мама начинает влиять на вас подавляюще да хорошо то есть идти по пути страха то есть что это значит что вы будете делать не так как хочет мама да это будет благо и вы маме объясните в чем благо будет заключаться но это да это значит что ну то есть да отношения с матерью это просто частный случай то есть если вы реально уверены может быть конечно ваша мама хочет какое-то вам благо и вы понимаете что это благо и тогда это обозначает что это хороший страх но если это она хочет например чтобы вы ели мясо или что-то в этом роде да просто потому что это хорошо там для вашего здоровья как она думает да то есть вы абсолютно убеждены что вот ее влияние в этом случае оно полностью отрицательно на вас сказывается да что-то в этом роде то есть контроль такой как бы ну неблагоприятный для духовного развития это обозначает что представьте себе что ну как бы вы как вы будете отстаивать себя и свою позицию и как вы будете объяснять маме папе и всем остальным кто будет так сказать бросать вызов вашей позиции почему именно вы будете делать то что вы считаете нужным да естественно да боишься микрофона но постепенно например начать садиться все ближе и ближе к микрофону там взять его в руки и вообще например спать с микрофоном да есть с микрофоном то есть правой руке ложка в левый микрофон даже омывение принимать с микрофоном то есть вообще жить с микрофоном вот кто живет с микрофоном какие люди живут с микрофоном корреспонденты конферанции еще кто живет с микрофоном смелое высказывание да лекторы ведущие переводчики музыканты певцы да можете себе представить себя представить в одной из этих ролей но вот представьте вот пожалуйста это ваш путь это и значит идти по пути страха на страх перед микрофоном а вот вы с микрофоном по жизни идете на то с микрофоном по жизни шагает тот никогда и нигде не пропадет бум бум вдохновляет все с микрофоном вперед по жизни да да хотите стать оратором орите как можно чаще хорошо я извиняюсь что мы немножко так сказать быстро прошли через эти ступени то есть надо было немного больше времени дать для медитации для разбора может быть какие то ну то есть больше с отдельными случаями поработать чтобы видели как эта схема работает но я надеюсь что в принципе понятно да всем более больше или меньше степени понятно да кому помогло да то есть надо прорабатывать смотреть что творится в нашем сознании избавляться вот от этих как они называются ужастиками которые нам мешают развивать сознание кришны хорошо спасибо всем я надеюсь что это не последняя возможность у нас то есть что мы сможем еще встретиться и продолжить кто хочет продолжить развивать веру в себя хорошо спасибо всем за ваш энтузиазм интерес участие желаю вам успехов в избавлении от всего того что мешает вам в вашей духовной жизни и в вашей жизни в принципе я уверен что у вас все получится Харе Кришна шабраупа деки жай шумат баагавад гита ки жай гор преминан дэй серий